Иисус Христа 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 которые мы все проходим фактически на этой земле, но были люди, о которых говорит Библия, которых тел не нашли, то есть их тела не сгнили на этой земле, они сразу перешли в иное измерение, божеское измерение, это был Илья, о нем написано, что он был восхищен, просто-напросто был свидетель этого восхищения, будем так говорить, нечаянный свидетель Елисей, который видел это, и скажу так, что это удивительно, он был в иное измерение перенесен с телом, он не вкусил смерти в физическом понимании нашем, и он умер, не стало его, но он ушел в вечность таким образом, и также Моисей, он чудесным образом исчез, и всю гору перерыли евреи, искали тело Моисеева, но так и не нашли, почему? Потому что он исчез, не стало его, просто-напросто он умер, он умер, да, но он умер не в нашем понимании, то есть его тело не разложилось на элементы физические, химические, и эти два человека перешли в иное измерение сверхъестественным божеским образом, удивительным, таким же, как последнее поколение христиан застанет пришествие Иисуса Христа, когда написано, восхищены будем и, значит, на небеса, вот те верующие, что любят Господа Иисуса Христа, господа, братья и сестры, независимо от деноминации, конфессии, те, кто любят Иисуса Христа, они будут подняты просто с этой земли на небеса, Бог заберет нас, это замечательно, но те, кто останется из нас на этой земле, будет еще возможность говорить Слово Господне, проповедовать Слово Евангельское, поэтому те, кто останется, просто держитесь Иисуса Христа, верьте в Иисуса и говорите по возможности людям об Иисусе, хотя Дух Святой будет забран, но однако же, как до времени благодати, как и до времени благодати Великой Духа Святого, Дух Святой будет действовать в покаянии грешников, в исцелении больных, таким точечным, таким ударом будем говорить, и поэтому, вот я говорю о преображениях, о других праздниках, Рождество, Крещение, ну, еще какие праздники у нас в церкви есть, которые можно назвать именно основанными на Библии, на евангельских повествованиях, однако же установленными людьми, допустим, обрезание Иисуса Христа, да, обрезание Господня, Иисуса обрезали, он был евреем, он родился в еврейской семье, он дальше Израиля никуда не уезжал, и, конечно, его, как и всех остальных евреев, его обрезали, мужского пола младенцев положено было по закону обрезать, и в православной традиции этот день отмечается, как именно праздник, вспоминаются события обрезания Господнего, мы еще называем его, в простонародье, сегодня в России называем Старым Новым Годом, знаете ли, обрезание Господня, и какие еще праздники? В общем-то, есть еще целый ряд праздников, которые основаны, не основаны, а, как я уже сказал, выше, идеи которых были взяты именно как раз из Писания, память, допустим, многих праведников, и, в частности, допустим, Спас Маковеев, как в народе называют праздник в честь мучеников Маковеев, тех Макаби, тех Маковеев, что, знаете ли, вспоминаются на Хануку, наша православная Ханука, она раньше совершается, она совершается летом, в августе месяце, мы вспоминаем как раз Маковеев, героев Маковеев, это наша православная Ханука, и, в общем-то, есть такие праздники, но есть, конечно же, не только человеческие праздники, есть не только, ну, основанные на Писании, вспоминающие библейские повествования, как вот Рождество Христово, но есть и, к сожалению, и демонические, такие оккультные традиции, как и у нас, вот, в православной традиции, так и в традиции других динаминаций, к сожалению, чего греха таить, я думаю, что многим из вас, дорогие телезрители, это известно, многие из вас об этом слышали, читали, видели уже какие-то там сюжеты, проповеди об этом, ну, в частности, я напомню, допустим, пару таких, хотя праздничные дни, но напомню несколько таких непраздничных абсолютно, да, таких проблемных дат, допустим, гробки так называемые, как в Украине у нас называют их, гробки, это праздник Радуница, праздник именно, так называемый праздник, конечно, праздник, когда люди идут на гробы и там поминают мертвых, кушают вместе с ними, как полагается, как люди предполагают, просто-напросто продукты питания ложат возле могилки, а порой и на саму могилку, застилают полотенцем, и, в общем-то, это, конечно, мерзость, это оккультизм и ничего общего с христианством не имеющее, ну, а так уже до сегодняшнего дня это, к сожалению, имеет место, и, к сожалению, очень мало кто из священников борется с этим злом, и, ну, а как бороться-то, по сути, это как бороться, если большинство священников находится в таких силках традиционализма, мне там уж проще рассуждать, я бывший традиционный православный священник, я вышел по идейным соображениям из традиционной русской православной церкви в 96-м году, и Бога благодарю, конечно, за это, что сегодня я независим от таких, знаете ли, религиозно-мафиозных коррумпированных структур, и могу смело говорить об этих вещах, но мне очень жаль тех моих братьев, православных священников, моих коллег, что до сих пор находятся заложниками в этих системах религиозных, и с фигой в кармане совершают эти традиции, эти обряды, с фигой в кармане, будем так говорить, значит, скрести пальцы, просто-напросто целуют эти иконы, мощи, понимая, что это мерзость, это оккультизм, но, однако же, что они могут сделать? Они часть системы, страшной системы, демонической системы, человеческой, чехистской и оккультной системы, но я верю, что Господь приходит в эти системы, Господь приходит сегодня в сердца людей, священников и прихожан, и слава Богу, что сегодня ряды обновленческой церкви пополняются, сегодня, как традиционные вчерашние священники, присоединяются к обновленческому движению, в частности, к Украинской реформаторской православной церкви, архиепискому, которой я являюсь, и также других обновленческих движений, течений сегодня в Украине, в России, в других странах бывшего безбожного Советского Союза и, в общем-то, и других странах мира, в частности, харизматическая православная церковь США и другие церкви. Подрастают новые кадры, молодые кадры реформации православной церкви, но мне, конечно, очень хочется видеть, я мечтаю увидеть тот день, когда в тысячах храмов по всей Руси будет звучать слово «евангельское», и вот эти мертвые оккультные традиции, они станут вчерашним днем, слава Богу. Но пока вот вынужден факт констатировать, что вот эти оккультные традиции, они до сих пор, к сожалению, имеют место. И, ну, сегодня, вот на Рождество, скажу, наверное, какая такая тоже проблема существует, думаю, многие из вас это прекрасно тоже знают, кто-то, может, не знает, и слава Богу, что не знали, может быть, даже до сегодняшнего дня. Но существует традиция такая народная, православная традиция, гаданий всевозможных на именно, как раз, Рождество, рождественские вот эти всевозможные гадания считаются, как бы, в оккультизме очень такими важными. Но, к сожалению, многие православные христиане, как и христиане других динаминаций, запутавшись в этих умствованиях, запутавшись в этих традициях мертвых, оккультных, поддерживают их и совершают эти мерзости. Это оккультизм, в этом нужно покаяться просто-напросто. И если вы этим занимались, то просто-напросто скажите Бог, прости меня, пожалуйста, во имя Иисуса Христа, я больше так не буду. Скажите от всего сердца, что вы раскаиваетесь и скажите Иисус Христос, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду никогда делать. Спаси меня, пожалуйста, мою душу и защити меня от зла. И скажите, во имя Иисуса я отрекаюсь от оккультизма, отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от всех его бесов, во имя Иисуса Христа. И скажите еще, что Дух Святой, приди ко мне, наполни меня, защити меня, обновимый разум, мое сердце, скажите также Духу Святому, что попросите его о том, чтобы он открыл вам Писание, Священное Писание, Библию Святую. Слава Богу! Это очень прекрасно. На Рождество Христово я обычно проповедую тоже в разных динаминациях, в разных конфессиях. И вот вчера, 25 декабря, как раз начало Рождества Христова, по новому стилю, как-то принято говорить, когда, в общем-то, большинство христиан на планете вспоминают о рождении Мессии, о рождении Иисуса, я проповедовал здесь, в городе Костроме, кстати, вам привет, с города Костромы, с такого, знаете ли, города, древнего русского города. И здесь я проповедовал в церкви «Семья Божья», пастор Андрей Данилов, замечательная церковь, замечательный пастор, давно мы уже дружим, и я Бога благодарю за таких открытых Богу людей и за таких помазанных людей, и не сектантов, знаете ли, не такого сектантского типа. К сожалению, многие служители, как протестантские, так и православные церкви, к сожалению, находятся в вузах сектанства, такого, знаете ли, зашоренности такой, и очень мало кто пока, к сожалению, из христианских служителей в разных динаминациях, это беда такая происходит до сих пор, как бы смотрит за забор своей динаминации. Я заглянул в 96-м году за забор моей динаминации православной, и я обнаружил, что не только у нас зеленая трава, не только у нас Дух Святой, не только у нас хорошо, но и за забором также моей динаминации есть Дух Святой, есть верующие. Оказывается, Дух Святой это не есть монопольное право нашей динаминации, оказывается, Дух Святой это, на самом деле, личность, которая имеет право дышать, где он сам хочет, не там, где мы ему, религиозные лидеры, можем повелевать, или приказывать, или указывать, или подсказывать, а где он сам хочет. И он хочет дышать к баптистам, он будет дышать к баптистам, он хочет дышать к писятникам, будет дышать к писятникам, хочет дышать к адвентистам, будет дышать к адвентистам, хочет дышать к православным, будет дышать к православным, хочет дышать к католикам, будет дышать к католикам, и мы ему не указ, мы не ровнее ему абсолютно. Дух Святой, он дан нам, но мы не являемся, знаете ли, Вот этими безумцами, о которых Пушкин, помните, говорил о старике и старухе, которые стали манипулировать этим даром, который был у них там, золотая рыбка в частности. Дух Святой, это не золотая рыбка. У Духа Святого, даже скажу так, больше права быть действительно хозяином положения. Мы можем лишь иметь партнерские, как это принято говорить сейчас многими проповедниками, отношения с Духом Божьим. И хочется, чтобы в эти рождественские дни многие осознали это, слава Иисусу. Хочется, чтобы многие люди, номинальные христиане, сегодня стали реальными христианами, чтобы Христос родился в сердцах людских и чтобы Он рос, возмужал в сердце нашем, чтобы мы вышли на служение, чтобы мы осуществили призвание, Божье призвание в нашей судьбе, в нашей жизни. Слава Иисусу Христу! Пусть Господь благословит каждого из вас, дорогие друзья. И я Бога благодарю за эти минуты, что я сегодня имел возможность говорить к вам, за ваше внимание благодарю. Желаю Божьего благословения каждому из вас. Шалом! Мир Божий в каждую семью, в каждый дом. Пусть родившийся в Ифлиеме Иудейском Иисус, Он родится в сердцах людских. Пусть Господь воскресит нас во имя Иисуса Христа из гробов наших, из гробов проклятия, беззакония. Те, кто уже спасены, не забудьте об очищении прежних грехов своих. И пусть покаяние сопровождает нашу жизнь. Пусть мы не будем слепыми и не обманываем самих себя. И пусть истина будет в нас на самом деле. И слава Богу, мы имя Хадатая Иисуса Христа, праведника, который за нас, грешников, пролил свою кровь. Слава Иисусу Христу! Пусть Бог благословит вас. И нова радость стала. Нова радость стала, яка небывала, Надверте погом зірка ясна, світло засяла. Надверте погом зірка ясна, світло засяла. Де Христос родився, з діви воплотився, Як людина пелениками богими вповився. Як людина пелениками богими вповився. Христос народився, славим Его. Христос родился, прославим Его. С apr commitments.